приветствую друзья уважаемые гости зрители нашего канала поздравляю всех наших драгоценных женщин сестер с праздником 8 марта и конечно мы не могли обойти эту тему своим вниманием и поэтому сегодня мы с львом беловым будем разговаривать о вас драгоценные прекрасные сестры вашем месте в церкви вернее о вашей роли роли незаменимой значительной роли в церкви в служении нашему господу и я сам недавно проповедовал в церкви на эту тему и обнаружил что этот мир принадлежит мужчинам и было слово на первое коринфянам 14 глава 34 стих где павел говорит апостол павел говорит о том что жена домолчит в церкви и обнаружил что даже многие отцы церкви они как бы буквально истолковые этот текст написали свои комментарии которые я хотел бы сейчас зачитать допустим и анзлатоуст пишет комментарии на это место жена есть существо слабейшая непостоянная и легкомысленная потому он и поставляет им в учителя мужей и доставляет пользу тем и другим он то есть это апостол павел жон делает скромными а мужей внимательными так как они должны совершенной точностью передавать женам то что услышат и известный также комментатор библии лопухин также пишет свои комментарии если жена вообще должна находиться в подчинении у мужа то она это подчинение не должна нарушать и во время богослужения выступая в качестве пророчицы или учительницы ведь такое выступление будет свидетельствовать о ее намерении руководить мужем своим который очутится очутиться среди слушателей ее речи ну вот такое отношение к женщинам к сестрам в служении то есть действительно по мнению отцов церкви авторитетных же надо молчит собрание ну я знаю что ряд также реформаторских протестантских церквей не позволяет женщинам выходить за кафедру рев приветствую тебя вы день рад видеть что там было у старообрядцев у староверов как там насчет роли женщин я при чтении твоей книги старообрядцы романовской земли мог увидеть что руководители общин также являлись женщины руководитель общин что это было возможно они вели службу вообще расскажи про это на самом деле когда впервые столкнулся с литературы где часто упоминалось что руководителями являлись женщины и вот и помните да мою книгу я там даже сделать целый раздел о руководителях местных руководителях и в большей половине случаев во многих деревнях действительно упоминаются женщины вдовы девицы причем иногда даже по две-три девицы упоминать что они руководили общинами и первое что резонуло да все таки у меня такой православный взгляд на жизнь я уже привык что в церкви служат мужчины женщины в лучшем случае могут допускаться там такой хозяйственный обслуживающий персонал редко когда женщина там учителем становится воскресной школе или допускается что-то там в киоске церковном постоять но чтобы она какое-то место значимо занимала а для меня на самом деле очень сильно резанула и я считал мой вот такой типичный православный скажем мозг он немножко достаточно реагировал я не мог понять что это такое как так то получилось пока господь действительно не открыл не показал что опять возвращаясь к теме которые мы с вами обсуждали прошлый раз теме таинств что священство это таинство то есть одно из семи таинств но может пошла с вами говорили что это не всегда было так что исторически только два таинства на протяжении всей истории церкви были во все времена и никогда не обсуждались то есть во все время именно крещение и причастие никто никогда не оспаривал и считал их необходимым минимум все остальное колебалась и 3 и дети таинств то есть фактически получается что таинство создавала сама церковь то есть два которые господь нам установил остальное это было уже то как воспринимали люди так вот священство тоже очень интересный вопрос ведь когда мы разбираем историю ветхого завета священниками не были кто хотел это было конкретное колено левитов которое было поставлено на это служение и уже в храме служили не тоже кто когда хотел а по определенному порядку представители одной семьи выполняли функцию ну скажем так жрецов чтобы нам было более понятно сегодня отделяя ветхозаветную церковь от современной и задача была выполнять правильный ритуал а вся остальная череда священников фактически в синагогах обучала мужчин проводить служение в доме ведь если мы сегодня поговорим о ветхозаветной церкви да в принципе и сегодня в иудаизме дождь пол так происходит то мужчины в субботу собираются читают текст писания но фактически большую часть праздников они проводят дома то есть они священно действуют своей семье то есть вот даже если поставить 52 субботы пейсах там пятидесятница и все в празднике которые у евреев происходят они происходят дома субботняя встреча большей степени превращается в обучающий такой семинар где священник левит да обучает как провести правильный ритуал дома и вот здесь когда приходит христос да господь мы потом смотрим как начинать вести себя первоапостольская церковь если мы историю изучаем а первоапостоль церкви то на пастырское служение поставлялись ведь не левиты люди совершенно из другого колена а когда церковь выходит за рамки иудеи и идет по всему миру то евреев вообще в помине там нет то есть на пастырское служение ставятся люди которые никакого отношения к левитскому служению не имеют и получается что на смену профессиональной деятельности приходит служение то есть это не просто профессия становится да а это уже призвание когда человек отдает сам себя на служение церкви и уже те кто более подготовлены те кто более способны они начинают выполнять функцию именно в большей степени руководителя общин неких администраторов и уже переходя к истории уже старообрядческой церкви 17 веку мы уже говорили что многие православные общины 17 века после раскола остались без священников и учитывая что священство не было профессиональной должностью я уже говорил что в ветхом до петровский скажем период священников выбирал народ а епископ только утверждал его на эту должность то когда общины остались без священников и вот тут мы опять вспоминаем таинство до священства то получается что как и в первоапостольскую церковь функцию руководителя общин стали выполнять не профессиональные священники а люди по призванию люди которые отдавали сами себя на организацию жизни церкви мы уже вспоминали прошлый раз что когда в конце 17 века прошел в новгороде собор и общины оставшиеся без священников и не имея возможности взять священника из господствующей церкви они утвердили выгорско лексиконский устав то есть они начали службу без священников то есть взяв за основу устав который уже существовал фактически сто лет соловецкий я рассказывал что на соловках уже в 16 веке сложила ситуация задолго до раскола когда священников не хватало в лучшие времена в соловецком монастыре было восемь священников понятно что во всех деревнях одновременно обойти все деревни и провести службу они не могли поэтому был разработан устав без священнический где фактически простолюдин монах выполнял функцию руководителя ведущего службу именно эти монахи шли по деревням проводили ежедневную ежедневную недельную службу и только два-три раза в год приходил священник который исполнял таинство который только мог сделать священник по вероучению православной церкви и когда трагедия раскола произошла на новгородском соборе принимается устав братья так уже есть устав есть форма служения где мы можем делать без священников и они утверждают этот устав таким образом получается что простолюдин начинает вести по решению церкви заметьте не сам себя назначает именно был собор который определяет что простолюдин может вести службу и если мы руководство с описанием где библия говорит что в христе иисусе нет ни мужского ни женского пола то получается что в некоторых случаях да женщина могла проводить службу не будучи священником то есть она не рукоположенный священник она такой же простолюдин вот и когда я это понял до меня все стало свои места то есть они действительно не священники и церковь без священнического или как мы говорим без поповская тогда все встает на свои места действительно а кому еще только тем кто хорошо знает писание тем кто более-менее организован да и может провести потом мы же знаем часто ситуации когда в общинах не было мужчин вообще вот были чисто женские общины и что им было не собираться им не нужно было вдохновлять друг друга конечно нужно было собираться вместе потому что двое или трое там не сказано двое мужчин собравшихся вместе составляют церковь двое или трое из вас собравшихся вместе это и есть церковь христова то есть назидать друг друга они могли потом давайте еще будем и смотреть на разницу ветхозаветной формы служения и новозаветной в ветхозаветной форме мы видим что именно ритуал ставится в центре храма во служение четко был прописан что нужно было сделать что должен был сделать священник как он должен был принести в жертву барашка что происходит в новозаветной церкви мы видим на первое место выходит слово не ритуал а именно воспитание и назидание слово становится главенствующим в церкви новозаветной и вопрос да кто имеет право говорить это слово да как женщины могут говорить это слово должны говорить а вообще говорить ведь мы видим иногда жесткие формы когда действительно есть общины женщина даже просто говорить не может это что с кафедрой и вот есть на мой взгляд я сейчас говорю сугубо свое суждение да мы должны четко понимать что же такое говорит слово например да мы помним когда апостол павел приходит к сарию к некому филиппу да и у него было четыре дочери пророчествующих видите это даже не наши времена и даже не времена раскола это первоапостольская церковь получается у него было четыре дочери которые говорили то есть получается им давали право говорить кстати хочу заметить что другой известный учитель оригин на это место прокомментировал что дочери филиппа пророчествовали не в собрании то есть не написано что они пророчествовали собрании они видно где-то там дома когда павел попал туда домашние ячейки домашние ячейки да и он также замечает что иди вор и мариам тоже не написано что не там пророчествовали перед народом вот что если бы бог господь хотел это подчеркнуть то это обязательно было бы так написано да что они там собрание перед собранием перед народом вот даже оригин говорит о том что вот ставит под сомнение может ли женщина мы должны главному учителю нового завета обратиться к апостолу павлу мы знаем да что апостол павел в послании эфесянам говорит о пяти формах служения словом то есть когда я учился меня учили запоминать эти пять форм служения слова по пяти пальцам в до сих пор пользуюсь этим потому что очень удобно я не знаю павел думал ли об этом когда писал но на самом деле очень удобно он расположил пять служений словом по порядку первое он определил апостол и вот большой палец да он такой который может прикоснуться каждому другим другому пальцу то есть апостол это тот кто идет посланный и проповедовать в новой земле да это тот кто созидает церковь он евангелизирует по пасет церковь учит церковь фактически вмещает в себе все служения слова апостол следующий указательный палец да пророк человек который показывает путь куда церковь должна идти то есть то видение которое бог направляет и отправляет в какую сторону двигаться и развиваться дальше пророческое слово третье да мы видим самый длинный палец евангелист идет дальше всех туда кто еще никуда не ходил он первый несет евангелие благую весть народом и возвещает следующий мы видим безымянный да на которые мужчины обычно одевают кольцо пастор обручился церкви взял как бы как невесту до церковь и повел и дальше мизинчик-учитель может влезть в ухо знаете мне очень вот эта форма изложения на пальцах очень хорошо наглядно определяет пять форм служения которые мы можем раскладывать они все служение слова это все проповедники по сути люди проповедуют люди говорят и назидать но каждый выполняет свою функцию каким пастор может быть сестра тогда служи а вот давайте порассуждаем вот на этом плане вот мне и хочется порассуждать апостол так как он соприкасается ко всем то фактически соприкасаясь с пасторским служением ну представить девушку которая облучилась другой девушке это как-то очень сложно понятно что пастор это фактически мужская роль то есть если мы исходим из той сферы схемы которые я предлагаю сейчас к обсуждению то получается пророчествовать может больше того когда я общался например с павлом абашином к сожалению посевшим от нас он еще рассказывал как он советское время будущий мальчиком с 50 евангельской церкви мы боялись иногда идти на шкоде в где-то на службу потому что действительно у нас в наших церквях были женщины как будто были прозорливые просто ты приходишь они начинают просто говорить то что мы натворили при этом мы четко знали что мы живем в разных деревнях откуда они могли это видеть и знать но господь влагал ли пусто какое-то видение и знание более мы же знаем что у женщин действительно интуиция более разве то что мы называем интуицией у них эмоционально чувственная палат как-то разница лучше они более восприимчивы к каким-то вещам а мужчины часто более грубые вот есть такое да что мама очень хорошо чувствует что происходит с ее дитё вот в моем случае была очень наглядная история меня в армии очень сильно побили у меня дуспорт шрамы есть от этого вот и вдруг из того ни сего в 7 8 утра моя мать на пороге а мне до воинской части то есть от того места где служил ехать ну что в 10 12 то есть поезд пока автобус электричка то есть и у меня мать приезжает на первой электричке естественно сотовых телефонов не было никто никому сообщить не может она говорит я логла спать и я не могу спать я чувствую что что-то не так мне так захотелось поехать к тебе воинскую часть и она действительно вносит все на последнем автобусе приезжает на вокзал садится на поезд в москву из москвы уже едет подмосковье в ту где часть и первая электричка приезжает скучать это был шок мама куда ты знал есть вот эта связь духовно до восприимчивость очень часто женщины действительно лучшим мужчин могут чувствовать какую-то вот я не знаю какая-то и все-таки есть духовная сила до которых на сожалению к нам мужчинам очень часто не так благорасположены как к ним давай тогда начнем с того почему женщин всегда больше собрания чем мужчин сестер всегда больше не является ли это именно вот их вот эта чувствительность до эмоциональность причиной я бы сказал это характерно для восточной церкви не для западных и даже если мы будем смотреть например армянские церкви кавказские церкви до друзей то есть тех страны кавказа которые дочь пол христианские там мужчин будет очень много и здесь очень важно говорить об упущении самой церкви то есть как церковь воспринимать себя например немножко отступим до от темы по тема моей магистрской диссертации касалась как раз а вот а социальными группами я немножко касался темы что вообще такое греб чтобы мы понимали мышление разницу мышления людей воспитаны в западной христианской традиции и восточной так вот для протестантского католического мира европы грех это нарушение закона они исходят из юридической нормы то есть есть бог есть закон и человек который грешит он нарушитель закона любой нарушитель закона вызывает осуждение то есть если будет подробно можно с вами как-то остановиться на эти теме отдельно я более подобно об этом расскажу так вот восточная теология или библейское мышление пошло по пути что грех это болезнь души слабость души а больной вызывает сочувствие скажите вот пример у матери два ребенка один будет пьяница другой бизнесмен кого в россии мама будет любить больше как неудивительно все матерь мне говорят да неудачника пьяница будет любить сильнее его жалко мы думаем что это наша культура на самом деле это часть нашей теологии нашего мышления и нашего православного богословия восточного благословия то есть корни которого как раз о восприятии что такое грех поэтому у нас всегда блаженных любили это часть нашей культуры и из-за разницы восприятия культуры то есть воспринимается и разница богословия то есть и мы можем проповедовать церковь как милосердную а можем проповедовать церковь как воинствующую и вот если вы посмотрите на проповедь восточной церкви благодетели которые воспеваются восточной церкви то вы увидите что это много характерно для женщины не для мужчин войдя например в храмы вы увидите что очень много образов богородицы опять-таки женский образ я вообще был очень удивлен еще до того как я пошел учиться в семинарию я получал свое первое юридическое образование у нас была такой предмет культурология и наш преподаватель рассказывая об особенностях религии ярославской области сказал такую интересную фразу что из 19 бога посчитаемых икон чудотворных икон 18 ярославской области имеет женский образ и только одна спасся милосердную в тутаеве имеет мужской и согласитесь что если церковь начинает говорить о доблодетелях женских то это будет характерно именно женщины сострадание милосердия забота если церковь начинает говорить больше о мужских качествах что церковь воинствующая что церковь это как полки со знаменами то это характерно мужчине потому что у нас сейчас так говорят что когда ударили тебя в левую подставь правую я знаю одного очень известного а в протестантском мире проповедника который просто делился и говорил я много раз молился вел господи не допустить ситуации чтоб меня кто-то ударил ведь я сдачи там не называя имен на самом деле это очень известный проповедник который говорит я бы не смог сдержаться потому что как я как мужчина я буду защищаться я буду отстаивать как бы территорию а уж не дай бог кто-то попытается обидеть мою семью я не буду молчать и вы знаете я думаю что для большинства мужчин почему они сегодня не в церквях им когда проповедуют вот эти женские характерны для женщины добродетели им это чуждо мужчина будет я не смогу быть таким то есть из-за того что наше богословие стало развиваться именно в большей степени как бы представляет женское такое лицо церкви то мужчина это не свойственно и мужчина говорит потому что ну давайте греха таи да а очень часто в церквях даже если и есть мужчины сейчас этой мужчины сломлены чем-то редко мы увидим человека который мужчина успешный бизнесмен он пришел поблагодарить господа за то что он удачный на самом деле чаще всего мужчина который переломан в чем-то с проблемами он приходит господу то есть он идет за утешением мало кто идет действительно в церковь за славой господней учиться у господа бы да успешным чаще всего идут за утешение почему потому что такое богословие с трансформировано было создано и мы как проповедики на самом деле мы очень ответственны что мы вкладываем в текст описания сегодня я действительно вижу что ответственность священников апостолов правильно толковать писание ведь для нас это профессиональная деятельность и то как мы как проповедники формируем проповедь да на что мы делаем акценты то фактически то как мы воспитываем это и есть наше пророчество это наше закладывать будущее какой будет церковь через там 50 через 100 лет то есть мы даже можем не подразумевать что мы пророчествуем когда проповедуем и говорим о каких-то добродетелях поэтому мы говорим что служение слова да это пророчество видение в будущее какой церковь будет и должна быть и вы знаете очень часто именно женщины вдохновляет мужчин быть героями не зря говорят за каждым успешным мужчиной стать не менее успешно женщина чуть позднее я вернусь к этой мысли потому что я хочу поделиться тем чем не проповедуются в христианском мире но так как все-таки христианство а это скажем так именно иудаизм стал колыбелью христианства мы очень много черпаем из иудаизма из ветхого завета то я хотел бы в последствии вот в завершении нашей встречи пример один очень интересно привести который мне помог понять роль женщины и ее действительно избранность и особенность ну и развивая мысль дальше опять говоря пяти служениях слова да мы говорим о евангелиста как это неудивительно очень часто а самыми активными евангелистами у нас становится женщины я не знаю как у вас но вот в моей среде где я живу женщин более свободно вступать в диалог они более свободно говорят они доносят очень легко и просто евангелие то есть наш мужской склад ума он такой очень четко аналитический я несколько раз слышал как женщины проповедуют мой мозг взрывался то есть с моим академическим мышлением я слушал эти проповеди на улицах этих девушек женщин и я в шоке какой там евангелие вы что там вообще говорите но результат люди откликаются на их проповедь на их и вот эту простую немудреную евангелизацию откликается чем быстрее чем когда проповедуют мужчины то есть это тоже то что женщина может делать да как тот кто служит церкви ну и учителя то есть мы разобрали уже пастора да сказали что конечно пастор обручиться не может женщина обручиться женщине ведь не зря господь называет церковь невестой и то есть логично что образ жениха в этом случае конечно образ в божий до представляет мужчина если мы говорим о семейных ценностях тем более сегодня к сожалению опять мы должны констатировать факт двадцатый век нам создал очень большую проблему институт семьи в дребезги разбит сегодня к сожалению никто не занимается вот так активно воспитание кто такая мама кто такой отец и если у вас нет хорошего примена перед глазами то чаще всего вам нечего и принести в свою семью чаще всего приходят два эгоиста парень девушка со своими представлениями которые говорят ну теперь будем меня любить вместе и ожидание такое что в семье будем меня любить теперь только вдвоем вдвоем же легче меня любить и в результате мы видим что институт семьи 10 трещит по швам люди не приучены вот для того чтобы стать специалистом в какой-то области мне нужно минимум 15 лет только учиться сначала заканчиваю школу получаю общее образование учусь читать писать считать да и только потом я получаю какую-то специализацию для того чтобы мне просто работать зарабатывать деньги ну мы все с вами вовлечены в семейную жизнь а кто сегодня вообще очень что значит быть папой что значит быть мамой что значит быть мужем что значит быть женой так вот когда мы изучаем опять таки я уже в прошлый раз говорил что у старообрядцев было всеобщее образование то есть это и александр 1 констатировать и отчеты в глазах губерния которых мне приходилось считать и по ярославской по оленбургской патриотской везде констатирует что сто процентов образование устаробряется у всех вот и вот здесь мы видим что функцию действительно учителя чаще всего более терпеливы более сострадающий да можно опять выполнять женщина потому что когда ребенок не может долго усвоить один вариант чаще всего мужчина взорвется редкий мужчина сможет однокровно по много раз объяснять одно и то же женщине это более характерно то есть опять-таки функцию от жены да то есть женщины тоже лучше всего конечно может опять-таки выполнять женщина с ее особенностью характера матери да представьте мужчину которая там год-два на руках постоянно держит ребенка не спит нормально не ест у него появился царёк который диктует условия когда он будет спать есть я думаю единицы мужчин вообще способны воспитать ребенка ну женщина способна это то есть ей дан этот навык служения более слабому почему потому что она более сильная по ряду позиций и вот здесь конечно роль женщины незаменима то есть сострадание забота и помощь поддержка на направлении поэтому опять-таки говоря вот об этих пяти формах служения слова мы можем наблюдать и вот возвращаясь к старообрядцам у них уже в 19 веке зафиксированы то чтобы сегодня называем школами когда именно вокруг женщин формировалась определенная группа детей ну во первых садиков не было и женщины занимались воспитанием но с чем они что они учили они действительно учили детей в большей степени быть членами семьи ведь задача школы было не просто математику физику объяснить ребенку но подготовить к семейной жизни я когда учат вспоминаю общение своей бабушки например моя бабушка сказала там что 8 лет родители а она была старшей дочерью в семье 8 лет на весь день ее оставляли с младшими детьми она должна была их накормить напоить и целый день за ними следить и она скажут что у нее была одна история когда на кастрюлю снимала и горячей водой она обожглась и вот восьмилетний ребенок в шоке два километра я бегу к маме утешиться а мне как еще и досталось за то что я младших бросила я это все служил для меня это было как дикость какая-то ну что такое восемь лет у меня дочки 10 я боюсь если не дай бог она спичку зажгет и газ подождет потому что для меня она ребенок который может обжечься но наши предки 18 19 века они немножко по-другому воспринимали детей потому что отношение к ребенку было не как сегодня что мы до 30 лет всю щукаемся детьми они у нас часто до 30 лет и доношенные мы все время пытаются вместо них что-то сделать а в то время каждый ребенок это отдельный род еда дорогая жизнь очень была сложная поэтому много рождали детей и дети действительно это были не только ты которые кушали но и руки например опять таки с моим дедом вот история да у меня была ситуация что мой брат двоюродный был вторым секретарем горком комсомола а мой девушка был депортирован я долго этого не знал из петербурга так вот мой брат рассказывал что ему говорили если вдруг всплывет что твой дед из петербурга ты говори что в четыре года его отдали туда в батараки поэтому революцию он встретил петербурге и для меня четыре года какие батараки что он может сделать четыре года но проблема в том что сегодня мы детей неправильно воспитываем неправильно воспринимать загласитесь может ребенка он точно такой же как и мозг взрослого человека как доказательство просто как пример а вот когда ребенок рождается как вы думаете глаз как оптический прибор он уже совершенный прибор передающий информацию может или он последствия развивается нет он совершен то есть первые две недели оптика настраиваться и через две недели ребенок нормально уже все видит он воспринимает информацию которую передает в мозг так вот если размышлять по принципу что оператор всегда умнее того чем он управляет если глаз совершенный прибор то мозг как оператор который управляет глазом тоже совершен то есть он должен быть совершеннее глаза получается что мозг ребенка он точно такой же как и мозг взрослого человека только он меньше знает и пока мы туда не можем вложить нормальную информацию пока мы с ребенком как я говорю до 30 лет а потом некоторые до 50 не могут от мамки оторваться то получается что мы сами неправильно воспринимая детей мне правильно их воспитываем не подготавливаем к жизни полноценной семейной жизни в жизни в обществе и вот воспитанием ребенка конечно прежде всего может заниматься мать да недавно я читал одну статью сравнивали девочку конца 19 начала 20 века что она могла делать десятилетняя девочка ну вот воспитание детей 19 века на самом деле смотрите в четыре года ребенка могли отдать батараки то есть ребенок уже воспринимался человеком четыре года восемь лет девочка должна была уметь приготовить обед ужин точно кормить всю семью в 12-13 уже могли выйдет замуж у них период жизни был короче то есть то что мы сегодня там 70 80 лет живем они там 40 там вспоминаем наших классиков там старикашка лет 38 то есть себя так смотришь думаешь блин да я уже по их то меркам уже все уже в 16 в 20 лет мы видим что руководили полками мы видим что действительно общество 18 19 века к жизни было более подготовлено чем современное потому что ну не например вот сегодня да как пастору не всегда удобно с молодыми девушками разговаривать об элементарных женских вопросах да и вот здесь конечно женщина может это сделать лучше потом мы сегодня скучаются очень многих вопросов которые должны быть озвучены и подготовлены к семейном жизни отношения мужа и жены да то есть вопросы совместного досуга скажем потому что это действительно вопросы которые необходимы даже апостол павел не стесняется давно писание часто говорит чтоб не удалялись друг от друга и не давали повода и об этом тоже должен кто-то учить но не из большой кафедры а именно в какой-то такой домашней более доступной атмосфере и сегодня когда институт семьи в россии в дребезги разрушен когда никто об этом не говорит то конечно церковь должна быть в авангарде в воспитании семьи воспитание семейных ценностей хорошо двадцать четвертый год президентом россии владимир путином объявлен годом семьи сегодня эти вопросы выносятся на первое место и кто как ни церковь должна здесь заняться правильным постановкам приоритетом чему мы должны детей учить правильно специалистом он может и не стать но папа и мама и он любом случае будет и вот именно христианство 18 19 века действительно было крепким мы видим много было детей в семьях мы видим что дети были подготовлены к жизни мы уже с вами говорили до касались темы что четыре года давали в батраки это уже не один раз было озвучено в литературе 8 лет девочка должна была приготовить обед в 12-13 могла уже выйти замуж и это действительно говорит о том что правильное было воспитание ребенка не воспринимали как недоношенным в него с детства вкладывали правильное знание о жизни о том что окружает учили готовить учили стирать учили заботиться о ближних и вот здесь как раз и есть необходимость учить людей к служению что служит мы учимся сначала в семье и в доме почему сегодня семьи многие разрушены никто не хочет никого терпеть терпите меня любите меня а я со своей стороны весь такой идеальный хороший никого терпеть не буду и мы видим что всеми разваливаются то есть по статистике за 22 год было около полутора миллионов разводов в россии это катастрофа на самом деле это огромная катастрофа потому что если вы вот задач здесь я вкажу в совет при уполномоченном по защите прав детей по янцовской области в совет отцов и мы в нашей школе стали считать сколько у нас полноценных семей где есть дети один папа одна мама и дети от брака 3 на всю школу либо это уже второй третий брак в семье либо это матери-одиночки либо это просто сожительство у нас нет примера в семье просто пример в семье нет поэтому если мы не можем наглядно то мы как церковь должны учить библейские мы как церковь должны озвучивать что значит быть женщиной что значит быть мужчиной да мы не выбираем мы рождаемся и как знаете иногда корова ведь она не рождается там коровой и вот я не хочу быть коровой она родилась и она дает молоко и мы пользуемся этим молоком да на благо пчела не говорит что я вам не дам меда то есть она пчела у нее есть функционал который она выполняет то есть и мы люди которым господь дал эту землю да и у каждого есть определенный набор функционала который мы можем сделать и да и можно бунтовать против этого а может согласиться и сказать да это так и в этом развиваться а причем заметили очень интересный момент когда апостол павел пишет к темофею ведь кого он говорит поставить на служение тот кто умеет руководить домом потому что если человек не может руководить в доме может ли он руководить уже в более крупном доме как церковь так если это относится к мужчинам то и в не меньшей степени это относится и к женщинам поэтому первая ящейка первая церковь это семья я уже касался в самом начале что в иудаизме в синагогах учат проводить службу в доме служить своей семье прежде всего а потом уже обществу поэтому конечно крепкие семьи зарождаются и церковь учит этому поэтому здесь конечно женщины могут в первую очередь встав правильную позицию признав себя женщиной не пытаться надеть штаны я сейчас не обрюкал говорю да они пытаться заменить собой мужчин и помните в самом начале я сказал такую интересную фразу что очень такой интересную мысль скажу в конце мне бы хотелось действительно к этому час перейти а вообще вудаизме есть теория что бог сотворяя мир переходил от более простых форм в более сложно если мы смотрим 7 дней творения то сначала там бог творит рыба до более прям потом животных и потом бог переходит к человеку то есть и то что более сложное управляет может сравнивать с глазом более простым то есть бог человеку отдает управление миром то есть мы господство над животными и на животным миром мы можем их приучить да и если по этой логике рассуждать то женщина была создана после мужчины и я думаю вы согласитесь со мной что женщина более сложное существо и психология и устройство мозга и устройство биологически как организма но по принципу что более сложное заботиться о более примитивно получается что бог создавая женщину действительно ее поставил служить мужчине и помочь мужчине состоятся мы уже говорили с вами что и за каждым великим мужчиной стоит не менее велика женщина потому что если женщина может поддерживать руки мужчин в этом ее предназначение встать на первую позицию это ведь не самое важное особенно многие люди которые руководили часто говорят мне проще руководить когда я под кем-то если у меня есть кто-то надо мной то я могу перевалить ответственность на того кто надо мной то есть всегда хорошо принимать решение когда есть на кого сослаться и здесь тоже самое женщина которая по природе своей часто более искусно более терпеливо более долго терпеливо вы когда видели мужчин долго терпеливо а женщин много то есть получается что вот эта мысль мне кстати она очень понравилась позже и и нет христианстве но она очень близка вот моему пониманию лови женщины которая действительно может как серый калдинал где тогда помочь состояться тем кто слабее ее точно так же как со своим ребенком она ребенку учит воспитывать помогает чтобы ее дитя было приготовить приспособлено к жизни то же также женщина может помочь состояться своему мужчине позаботишься по нём покрыть те слабости которые есть у мужчин не тыкать в эти слабости ведь на самом деле что делать сильный он покрывает слабости слабого то есть мы за детьми доделываем то что они не могут тоже и также женщина может помочь мужчине доделать за ним то что он не может и я думаю что роль женщины от этого не умоляются а наоборот возвышается потому что сильный остается в тени всегда и нормальный учитель нормальный руководитель лавали пастор он всегда стремится поднять и направить подготовить к жизни людей которые окружают его спасибо лев и так глобально мы делали определенные выводы что вот если брать нашу страну после распада ссср когда в то время церковь не имела таких возможностей да но она была там полуподпольная особенно там некоторые протестантские церкви допустим там не зарегистрированный до 50 никири баптисты но и православие тоже не давали там прям свободной воли там таких просторов чтобы она могла миссионерствовать вот то 90-х годов снова начало новой истории россии у церкви как бы появились потрясающие возможности да и миссионеры многие могли приехать сюда вот то есть нет не было таких проблем чтобы вот церковь была ограничена в свободе своей миссионерской деятельности но прошло уже почти четверть века не почти а прошло действительно данных на дворе 24 год мы можем сделать определенные выводы насколько церковь влияет на общество в том числе на развитие семьи положения до семей воспитания детей родительские института и мы понимаем что это только лишь начало что работа еще очень впереди и конечно же для того чтобы изменить духовную составляющую общества чтобы семьи в россии были крепкие чтобы между мужем и женой да была то любовь тот мир библейском понимании чтобы родители имели мудрость как воспитывать своих детей в боге в пере ну церковь сейчас она должна быть как говорится во всеоружии дату и церковь она должна использовать все ресурсы которые у нее есть и конечно имея вот эти вот определенные заблуждения по поводу роли женщин роли сестринского служения церкви да мы не можем это допустить то есть мы должны использовать наших сестер мы должны использовать женщин как дары в церкви они могут молиться они могут у них они сейчас воскресное поле но также и мужчина за недостатком братьев мужчина которую мы говорили об этой проблеме а почему женщина должна сидеть то есть мы оставляем это эту тему открытой да мы сейчас не претендуем на то чтобы вот заявить все жена там может проповедовать может порочиться может быть апостолом епископом архиепископом сегодня не об этом роли наверное то есть не об этом тема тема о том каким образом нам всем вместе воспользовавшись опытом староверов старообрядцев когда женщины они были допущены к тому чтобы быть на лидерских позициях да и это влияло действительно там были много многодетных семей браки были крепкие то есть мы можем от этого тоже научиться то есть нам нельзя сбрасывать со счетов что женщины они действительно наравне с мужчинами могут нести успешно божий труд но спасибо большое или подведя итог сказать я хотел обратить внимание что действительно первое место где мы должны быть да еще мы должны учиться это конечно семья поэтому мы прежде всего мы обращаем внимание сегодня на институт семьи может занимать должности в политике в бизнесе но разрушить свою семью в этом ли ценность может быть все таки нам действительно учиться у наших предков и учиться быть в семье жить в семье и обладать внимание на институт семью в первую очередь и действительно служение церкви служение обществу поставить с позиции служение семье хорошо и так мы завершаем сегодня наш диалог еще раз драгоценные женщины матери сестры жены дочери сестры во христе мы вас всех от имени муж мужчин от имени братьев христиан поздравляем вас с этим праздником с весной будьте благословенны чтобы господь вас хранил чтобы вы просто расцветали чтобы мужчины которые рядом с вами любили вас хранили вас благоставляли вас делали вас счастливыми до хранит вас господь с богом спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!